Всем доброе утро! Сегодня у нас четверг. Какой? Третий сентября, по-моему, да? И сегодня мои дети пошли в школу. Давно, наверное, все меня таким счастливым не видели. В Британии потихонечку все школы начинают идти по занятиям ученики, да? И сегодня мои отправились. Мы со слезами на глазах с женой отправили, на самом деле нет. И, ну, если честно, за работу побежали. То есть у меня сегодня весь день расписан. Я вчера еще сказал, да, я ничего не успеваю. У меня в последние две недели особенно накопилось всего этого. Но гулять надо, поэтому сегодня мы с вами гуляем по Шарсбери-авеню. Шарсбери-авеню вон туда уходит. И это место, которое вы визуально уже наверняка частично помните. Шарсбери-авеню начинается от Пикадилли-секос и двигается в направлении Оксфорд... Давайте так, Нью-Оксфорд-стрит. То есть это конец Оксфорд-стрит, начало Нью-Оксфорд-стрит. И сегодня по ней и пройдемся. Много всего покажу, скажу. Мы немножко сейчас упустили, пропустили демонстрацию. Я минут 5-10 назад сюда пришел, когда вот здесь полицейская машина не просто так стоит. Это у нас разнузданная полицейщина. Это они пришли опять же охранять тех же, кого вчера охраняли. А вон, кстати, их немножко даже видно все еще. Давайте я вам приближу. Слушайте, а может быть я сейчас даже сбегаю. Я думал, они ушли далеко, но ладно. Вон там они. Давайте я до них дойду, объясню. Это те самые Extinction Rebellion. Так, так, так. Да. Многие уже тут ходили. Ксения, которая у нас заядлый театрал. Шасбери-Авеню должна была действительно вдоль и поперек миллион раз обойти. Про улицу еще расскажу. Вон, кстати, опять же, видите, наверху вертолет торчит, висит. Это все потому, что они пытаются контролировать потоки вот этих самых демонстрантов. У нас второй день уже, или третий даже, идут протесты вот этих самых эко-активистов, которые называются Extinction Rebellion. И сейчас я их догоню, покажу вам. И мы уже по самой сейчас грябине пойдем, ладно? Я сейчас вышел на Пикадиле. Вот, как по традиции, все время ускоряю шаг здесь. И в прошлом году, вот Рокси пишет, что она попала на их протесты, в прошлом году гораздо эпичнее было. То есть, прошлый год у них прошел абсолютно ударно. Все помнят у нас в прошлом году. Казалось, что много проблем. На самом деле, ха, это было ерунда по сравнению с тем, что нам грозило в 2020 году. Но вот одна из вещей, которые они делали, это действительно перекрывали Оксо Цекас, перекрывали, по-моему, даже Оксфорд Стрит. Они там блокировали периодически какой-нибудь общественный транспорт. В общем, вели себя вызывающе. И все для того, чтобы всех заставить задуматься о том, насколько нам грозит в ближайшее время экологическая катастрофа. То есть, если честно, а, вон, они перегородили улицу, отлично. Если честно, да, сейчас уже мало кто спорит о том, что нам грозит экологическая катастрофа. Там уже весь вопрос в том, как на это реагировать. Это водитель, видите, он стоит, сейчас снимает. Водитель автобуса пошел обратно. Так, они там поют песенки, отлично. Так, то, что надо. Сейчас я вам покажу их. Они хорошие ребята, на самом деле. Так, и стоят. В принципе, особо ничего не делают. Все, пошли дальше. Пусть он с дороги уйдет. Wake up, act now. Видите, просыпайтесь и надо действовать сейчас, а иначе, типа, потом будет поздно. Сейчас я перейду здесь, чтобы. Видите, извинились за то, что перегородили улицу и пошли дальше. И видите, в специальном этом стюарт, у них логотип, видите, это кружочек, внутри которого два треугольника, которые символизируют песочные часы и то, что время уходит, что песочек течет, никто ничего не делает и что надо что-то делать, а точнее, да, бороться за то, чтобы все хорошо было. Слушайте, да, в 99% на самом деле протесты в Лондоне вот такие. Ну, то есть у нас очень много, очень маленьких протестов, которые постоянно где-то проходят, бесконечно кто-то что-то шумеет, а полиция, видите, так медленно, аккуратно идет, смотрит, чтобы они слишком сильно не шумели, и да ничего особо не происходит страшного, да, но на три минуты перегородили трафик и поехали дальше. Зато про это напишут в газетах, в очередной раз люди задумаются, да, и, собственно, цель, да, добиться того, чтобы об этом кто-то задумался. Так, ну что, я когда начал, опять же, 10 минут назад, да, я стоял на Пикадилле Сокос, там были несколько групп, одна пошла по Риджинс, три, другая вот здесь по Пикадилле, от которых я догнал. Ну и, соответственно, я так понимаю, они вот такими маленькими группами ходят, человек в 30, потому что больше 30 сейчас нельзя, потому что коронавирус, понимаете, да, всю иронию. Да, довольно скромно. В прошлом году они гораздо более эпично это делали, то есть они реально приклеивали себя к мосту. Один товарищ даже умудрился себя к самолету приклеить, другой, то есть они буквально берут сильный-сильный клей, намазывают свои руки, и прямо вот один забрался сверху на самолет и вот так вот сделал, чтобы самолет никуда не мог вылететь. И они действительно не смогли вылететь никуда. Другой, это самый спешной кадр был, он зачем-то залез на крышу метро. Это в прошлом году я говорю, да, у них такое, они идут сериями, то есть они пару недель вот так вот привлекают внимание, об этом пишут, а дальше они там на полгода залегают на дно. И один товарищ зачем-то в час пик забрался на верхушку вагона метро. Причем это вот такие, знаете, вагоны метро, которые... Это открытые ветки, которые... И он в час пик это сделал. Ну и опять же забрался наверх, начал что-то там какие-то лозунги выкрикивать и показывать транспаранты. Но, короче, это не та публика была. Ну, во-первых, непонятно, зачем он против общественного транспорта возникал, да, потому что, ну, вроде как, это как раз то, как... К чему надо идти от машины отходить и к общественному транспорту приходить. А во-вторых, самое спешное, да, это вот он неправильное время выбрал, знаете, когда все едут с работы, и так огромное количество народу, все толкутся, толкаются всем... Всем хочется домой скорее, и вдруг какой-то идиот залезает и начинает. И, в общем, это реально смешные кадры были, когда его начали... Другие пассажиры резко сталкиваются с вагоном метро, они там зацепили его за ноги, быстро-быстро его оттуда, и... Ну, уже дальше не стали тамакину давать, но вообще могли бы, могли бы. Если бы никто не снимал, мне кажется, пловно они вообще до рукоприкласса крайне редко доходят, но там реально кипела жизнь. Так, ну что, я сейчас вернулся обратно на Пикадилисакис, в очередной раз вам покажу маленькую такую телефонную булочку, это для полиции было, то есть для того, чтобы вызывать полицию, вы раньше вот это открывали, и, соответственно, вы могли вызвать полицейского в те времена, когда ни у кого не было мобильных телефонов. И вот эта мигалка загоралась, это был сигнал для самих полицейских, для того, чтобы они брали, поднимали тоже трубку в те времена, когда еще не было у них раций, и им там сообщали, что к чему и как. Так, видите, трафик дальше двигается, и ничего страшного, борьба за Грету продолжается, вот как правильно в комментариях подсказывают. Грета, кстати, как-то залегла на дно, но недавно вроде опять вышла. Вроде как что-то даже сказала, но, если честно, я только видел заголовок, и я даже не помню, о чем он был. Я сейчас стою на Пикадиле Саркос, которое, ну, очень известное место, где вот такая реклама красуется уже давно. Еще в 19 веке здесь все было абсолютно увешано рекламой, и сейчас это LED-экраны. Слушайте, они как-то на экране гораздо хуже выглядят, я не знаю, как у вас в YouTube показывают, но на самом-то деле в жизни оно выглядит гораздо лучше. Видимо, где-то там глюк идет с трансляцией, но выглядит очень даже неплохо, и сейчас, я говорю, это всегда... Знаете, это сейчас у нас уже LED-реклама, ну, то есть, видите, кто угодно может туда залезть, и Hyundai, и... Это вообще непонятно что. Да, это тоже Hyundai. Ну, в общем, раньше это было гораздо дороже, раньше это было гораздо круче, и там неоновые такие были рекламы. Ангелочек на Пикадиллис Экос. Это памятник, который все знают, как памятник Эросу, а это не памятник, а фонтан, и не Эросу, а Антеросу. Все помнят, наверное, да, но у нас... Вчера, как мы обсуждали, в газете есть и Микс Стандарт, вот на логотипе этой газеты как раз вот этот самый Ангелочек, ну, один из, наверное, символов Лондона, действительно, это место, где когда-то был фонтан, его, по-моему, уже 60 лет как нету, как фонтана именно, ну, поэтому неудивительно. Это по-английски мяснома называется, да, когда вы что-то называете... Так, а на самом деле оно по-другому, это вот как Big Bang классическая мяснома, все, наверное, знают, да, но Big Bang это колокол внутри, а не башня. Ангелочек здесь стоит в честь лорда Шасбери, и лорда Шасбери, опять же, в честь него же вот эта авеню. Шасбери это был самый настоящий такой филантроп 19 века, один из первых людей, который заставил всех задуматься о том, что, ну, бедность это вообще не всегда вина бедных, и что из бедности очень-очень непросто выбраться, реально очень легко из дворца рассуждать, какие все ленивые. А вот выясняется, что, ну, кажется, не все со дворцом родились, понимаете? И не все во дворце. И вот это как раз один из первых таких людей, который привлекал внимание к этому. Если честно, вот это одно из самых, наверное, таких популярных мест для встречи, поэтому здесь чуть-чуть страшный угар. Ну, то есть, Буц, окей, да, это аптека у нас, причем она такая многоярусная, многоэтажная. Вон туда уходит Пикадилли, где мы с вами пробежались, Риджин Стрит, где мы с вами ходили, сюда уходит Соха, сюда уходит Шазбери-авеню. И вот Шазбери-авеню, опять же, вы сегодня это прочувствуете, это, с одной стороны, очень лондонская улица, с другой стороны, не очень лондонская улица, потому что ее раньше не было. То есть, этой улицы не было еще в 1870 году. Ну, то есть, еще по лондонским меркам совсем недавно. И это вот одна из тех улиц, которую прорубали по программе «Моя улица», где, понимаете, да, пытались заставить Лондон двигаться. В 19 веке Лондон окончательно застрял в пробках, и вот они много таких больших инфраструктурных проектов в городе делали. Они тогда сделали канализацию, они тогда копали метро, они тогда сделали вот в том числе вот такие большие-большие хорды. И если мы говорим про Риджинл-стрит, который он туда уходит, она здесь уже давно, с начала 19 века, да, то Шосбери авенюется 1870-80-е годы. Эта попытка была тоже немножко расчистить Соха, и получилась, понимаете, да, большая загруженная магистраль. Как и только, опять же, вы сегодня это прочувствуете, ну, не самое лучшее место, если честно. То есть я по служебному долгу на турах, так или иначе, на нее выходишь, на эту улицу, но мы стараемся с нее всегда свернуть. И тут, опять же, классика вот этих популярных мест, это Боди Уэллс. Если знаете, да, это вот один из таких классических, туристических, не знаю, как это объяснить, развлекал его, короче. Это музей, в котором можно посмотреть, как тела выглядят. То есть вот это самые настоящие тела. Это какой-то немецкий был товарищ, который, ну, как настоящий биолог, да, ему очень интересно было рассказать, как тело устроено, и там все есть от того, что вот, ну, мускулы показаны до скелета, до нервной системы, всего-всего. Это все довольно красиво, не крипово на самом деле. То есть кто был на этой высыпке, тот, наверное, докажет. В принципе, нормально. То есть там нет ощущения, что они прямо живые, что их мучили, что люди, понятно, да, сами добровольно на это, на это соглашаются, чтобы их тело передали науке или вот развлекаловке в данном случае, да. Ну, интересно, интересно. Я когда, по-моему, я в Нью-Йорке первый раз на это ходил, а в другие разы где-то, по-моему, в районе Гринича они были, вот теперь здесь. Надо будет попробовать. Вот. Гюнтер вон Хаген. Вот. Товарищ, который. Максим, до Чайна-Тауна дойду обязательно? И мы заглянем. Сегодня по-касательному пройдем. Ладно, я сильно много там рассказывать не буду в Чайна-Тауне, но обязательно зайдем. Так. Видели, да, фасад капитализма? Там вот такая красивая реклама была. Смотрите, какой дурдом сзади творится. То есть тут сейчас немножко непросто все. Так, сейчас грузовик выйдет. А, он не собирается бежать. Вон там, видите, да, как раз задняя сторона вот этих рекламных счетов. Два товарища, видите, спрятались. Это ребята, которые чинят для паба погреб. То есть, объясняю, смотрите, это Сан-Джеймс-Таверн. Когда пабам привозят пиво, его привозят в больших таких металлических бочках. Гигантские металлические бочки. Возле каждого почти паба будет вот такой, такого типа погреб. Иногда он деревянный, постарее, иногда вот такой металлический. И какой-нибудь грузовичок сюда приедет. У них такие железные бочки. Я как-нибудь покажу вам. Они обычно ближе к плечу разгружают это. И у них будут такие маты специальные. И они с этих грузовиков сначала кидают их вниз на мат, а потом так же катят и вон туда скидывают. И, соответственно, бочки с пивом прямо внизу из кеги, это, наверное, называется. Да, спасибо, Юрий. И, соответственно, в них шланги тыкают, и это все идет в паб наверх. Да, вот она, смотрите, оборотная сторона капитализма. Мне интересно даже, чего здесь строят, на самом деле. Там можно, наверное, посмотреть, но здесь вот можно к гадалке не ходить. Здесь точно будут магазины на этой стороне. Это очень популярная улица вот в плане трафика. Посмотрим, чем это все выльется. Так. Рейнфорест кафе. Макс, спасибо, Максим. Рейнфорест кафе, это, смотрите, ребята, которые... По-моему, это американская сеть. И сеть ресторанов... Давайте я подойду вам, покажу, чтобы вы понимали уровень трэша. Сеть ресторанчиков, где детский ресторан, на самом деле, с детскими меню, где все... Вот реально такой уровень пластика, понимаете? Видите это, да? Ну, то есть, это прямо... Более пластиково не бывает. И там заходишь, и там как будто джунгли. Ну, джунгли такие, знаете, образца 90-х годов. И вот, помните, мы недавно рассуждали об этом, самая натуральная китайщина в плохом смысле этого слова, где огромное количество вот такой ерунды. Это ресторан, в котором очень часто дети празднуют день рождения какой-нибудь. То есть, мы тут как раз и были. По-моему, уэм и день рождения было. Это уже, наверное, года 3-4 назад. И мы сидим, соответственно, мы вот исключительно мы в семейном кругу, да? Четыром сидим. Ну, и, соответственно, ты говоришь, что уэм и день рождения, и они там делают тортик со свечками, выходят все работники этого кафе, поют happy birthday, и это реально надо видеть. То есть, там большое довольно место, наверное, столиков 30-40. и я не шучу, то есть, каждый, наверное, 5 минут выходит, опять же, выходит ребята, которые, выходит ребята, которые поют тоже happy birthday, то есть, за каждым столом happy birthday. Если честно, ну, вот это прям совсем из прошлого такой. Да, все, Кристина очень правильно сказал, да, что все абсолютно пылью покрыто. Трушачок такой 80-го уровня. А, знаете, даже чуть-чуть даже видно, там будет какого-то аллигатора, видите, да? То есть, я бы, наверное, уже не советовал это. Ну, то есть, если ребенок совсем маленький, ему такое очень нравится, то можно, но надо, мне кажется, вкус детям прививать с детства, и здесь не самый лучший вкус будет привит. Видите, да? Криповые глазки, и все блестит. Да, вот именно, что привет из прошлого. То есть, я как-то видел этот Rainforest Cafe еще внутри, где же это был-то? Наверное, во Флориде где-нибудь, типа в Орландо. И там это вообще еще более промышленный масштаб. Это такая классическая сеть американская. Американцы умеют все на такой поток поставить, чтобы там было, знаете, целые 500 столов, и из них 400 отмечали день рождения. Так, Crystal Maze это у нас Play For Real. Это у нас было телевизионное шоу, которое я, кстати, ни разу не смотрел, но Crystal Maze это довольно культовое шоу было. Насколько я понимаю, это такое, знаете, немного как Fort Boyard какой-то, где все бегают, где надо решать задачки, где надо выпутываться. И это как раз в офлайне Crystal Maze. то есть, это вы можете, понимаете, в этом всем поучаствовать, побегать, ну, и, понятное дело, да, по случаю коронавируса это все прикрыто. Я так понимаю. А, все-таки работает, работает. Хорошо. Тут написано просто, видите, что если у вас симптомы, не ходите сюда. Так, что у нас дальше? Вот это, помните, я говорил, что все признаки не очень хорошие улицы? Это вот такой туристический трешачок. То есть, монастские сувениры дешевые, кружки, магнитики, ну, то есть, да, таких здесь магазинов много. И где-то, я помню, просто еще, у меня как-то ребята были, которым очень нужен был переходник. У нас же в Британии очень кривые розетки, да, они такие тройные, квадратные. И им нужен был переходник, мы пытались как-то, им здесь как раз приспичило, говорю, о, здесь самый дурацкий. и в итоге закончил с тем, что с нас пытались за поддержанный переходник содрать 10 фунтов. Ну, то есть, это прям совсем развод. Для очень многих Шасбери-Веню это театральная улица. И, действительно, мы сейчас в районе, который по-разному можно называть, но вот одно из таких названий классических это Уэст-Энд. И Уэст-Энд это родина у нас всех театров. Здесь огромное количество театров, мюзиклов. И, смотрите, в частности, мюзикл Триллер с песенками Майкла Джексона. Если честно, я ни одного хорошего отзыва про триллер не слышал. Ну, то есть, песни хорошие, само собой, и наверняка играет окей, но как-то, знаете, не особо и клеится это все дело. Мне кажется, это больше вот на тему заработать денег. В прошлый раз мы, когда по Сохо гуляли, я там Мэри Поппинс показывал, мы сегодня еще, я ее издалека ее покажу, это тоже рядышком здесь. Так вот, в комментариях уже кто-то правильно очень отметил, что вот эти, многие из этих мюзиклов типа Мэри Поппинс, они как будто нафталином покрыты. Я бы сказал, ну, действительно, довольно хорошее определение, они действительно немножко из прошлого. Вот, в частности, Мэри Поппинс. Не знаю про Джейми, я что-то с трудом себе представляю, о чем там, но есть вот такие по-современнее мюзика, а есть старые. Вот, вон там вот еще один старенький, о них сегодня поговорим тоже. Так, оцените тоже дизайн автобусов, ну, то есть, это у нас уже при Борисе еще вот такие автобусы ввели, и они, конечно, невероятно красивые, вот с точки зрения дизайна, это, видите, красиво покрываются рекламой. Я помню, они когда только-только появились, они так медленно появлялись, и вот 38 маршрут, как раз, который здесь идет, он реально каждую минуту ходит, и там их было-то всего штук 30, наверное, и это самое, наверное, такое желанное было рекламное место, потому что самые крутейшие рекламы, типа Adidas, и тогда Adidas всех рвали в то время с точки зрения рекламы, и вот они, они очень круто делали рекламу, и они очень красиво, конечно, автобусы эти покрывают. Эти автобусы, они, видите, чем отличаются от предыдущих, у них есть, что вот здесь, вот такое стеклышко, когда на верхний этаж поднимаешься, что сзади, и это реально делает, до этого, кто катался на старых автобусах, у них лестница, это самое такое неприятное, если честно, место, оно темное, оно непонятное, и вот это как раз решило многие реально проблемы, очень красиво смотрится, опять же, у него, обратить внимание, несимметричный зад, несимметричный перед, я вам сейчас тоже покажу, это все отсыл к тому, как рутмастер выглядел раньше, первый такой культовый, реально, автобус двухэтажный, это так называемый рутмастер, который недавно, к сожалению, прекратил уже ездить по улицам Лондона, еще совсем недавно был, и вот эти самые рутмастеры, они как раз несимметричные, тоже у них первый, это вот отсыл к этому был, вот смотрите, у него как бы фары, стекло идет немножко под углом, тоже, обратите, мое, сколько сегодня мимо нас, 38 автобусов проедет, мне иногда, когда делать нечего, он медленно идет, он идет в мои края, мне немножко там приходится пешочком идти, но если время есть, я сажусь на 38 автобус как раз, потому что, ну он реально, минуту максимум надо ждать, и медленно еду, автобус, непрерывный интернет, поэтому можно весь твиттер перечитать, весь инстаграм перелайкать, и даже на комментарии в ютюбе ответить, сейчас давно не катался, потому что я сейчас в последнее время на авто, на велосипеде в основном езжу, я сейчас жду зеленый свет, перейду, покажу вам вон тот театр, и это был последний спектакль, на который мы успели заходить до коронавируса, так, друзья, Михаил там пришел, и всем, всех сейчас начнет дисциплинировать, ну, расставляйте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан, опять же, обратите внимание, да, здесь написано, что максимум 30 пассажиров сейчас, да, и очень часто у них еще впереди будет табличка такая, что сейчас автобус уже переполнен, и больше мы пассажиров не берем, это из-за коронавируса, так, ну вот, последний спектакль, на который я успел сходить, это так называемый Upstart Крау в Гилгут фиатре, это очень хорошая была комедия, про, ну, как вы, наверное, догадываетесь, про Шекспира, Дэвид Митчелл, довольно известный комедийный у нас товарищ, играл Шекспира, есть одноименный сериал, который как раз называется Upstart Крау, и очень советую вам, он, слушайте, они, они очень круто придумали, на самом деле, то есть, там идет речь про Шекспира, вот, его времена, и это все именно как комедия делается, и его там изображают, но таким самым настоящим оппортунистом, вот, Кристина правильно заметила, Пип Шоу, это как раз он, тот же самый актер, это Кейт, который у него там, типа, прислугой, это дочка Шекспира, якобы, да, это его, его слуга, которого он называет, Ботки, это самый его главный злодей, сэр Роберт Грин, это реальная фигура, который, человек, который как раз и назвал, Шекспира, Абстарт Кроу, Абстарт Кроу, это, ну, если переводить, что-то типа выскочки, понимаете, человек, который, ну, якобы, бесталантный, на самом деле, скорее, Роберт Грин был бесталантный, но он был с Кембриджа, и вот он всегда это, пытался, донести до всего мира, что, я вот настоящий, а он какой-то непонятный, выскочка, очень хорошая, на самом деле, пьеса была, очень веселая, мне очень понравилось, мы были, я сейчас пытаюсь вспомнить, это был где-нибудь конец февраля, то есть уже тогда изо всех сил сквозило этим самым коронавирусом, изо всех щелей, в Китае уже там все закрыли, в Европе он уже, по-моему, тоже набирал обороты, а в Британии все еще были все в состоянии отрицания, я очень хорошо это помню, потому что мы зашли, и публика в этом театре была необычно пожилая, ну, то есть там реально мы были самые молодые, наверное, Ксения, да, Ксения была 7 марта, может быть, я даже в начале марта был, я попытаюсь сейчас вспомнить, но, короче, это смешно было, потому что публика реально такая, не полонуски, я бы сказал, была пожилая, то есть там всем, я бы сказал, средний возраст был лет 60, и уже так стрёмненько было с этим коронавирусом, и там очень реально смешно, когда кто-нибудь кошельет в аудитории, и прям видно, как у всех такой, ну, нормально, тогда еще работал, и уже, по-моему, тогда еще тоже зал полный был, я помню хорошо, когда ко мне люди приходили, вот когда-то уже на турах, все еще группа полная, но уже разговоров, вот практически все разговоры, это идут про коронавирус, и тогда как раз один товарищ пришел, это буквально через неделю после того, как мы сходили вот сюда, и он был на мюзикле Wicked, Wicked, один из таких классических здесь мюзиклов, и он сказал, что было уже ползала, а ползала в Лондоне, это вообще неслыхано, особенно вот в те недели, и вот уже начали ряды рядеть, и это, конечно, удивительно было. Так, сейчас я еще один раз перейду в улицу, видите, все, стоит в пробках, вертолет по-прежнему висит на той же точке, как будто его туда приклеили, это в сторону, кстати, Трафальгарской, и всех вот этих, тех мест, типа, к дворцу, может, они пошли тоже. Давайте я перейду аккуратно. Никому. Так, Кафе Кончарто, это у нас обычный, обычное совершенно кафе, я бы сказал, опять же, такое немножко из прошлого уже, их миллион, они все покрыты золотцем таким, а здесь, видите, начинают первые отголоски, China Town на Венеции, и дальше с каждым шагом этот China Town будет множиться. Здесь, видите, китайская медицина вам, тут уже фонарики висят, здесь пытается засунуть почтальон, пытается засунуть посылку в маленькую прорезь для писем. Леон, это у нас одна из таких сетей типа It и Pret, где, опять же, довольно много салетиков в сети, тени открылись, или они собираются открываться здесь. Ну, вот и China Town выцвели шарики, если честно, то есть они повесили эти шарики, наверное, как раз в районе китайского Нового года, то есть к февралю где-нибудь, и они их, скорее всего, в конце января еще повесили, и вот за это время они, конечно, хорошо так выцвели. China Town, не передам его запах, на самом деле, тут так это реально вдруг повеяло таким мусором. И видите, вот сразу видно, насколько все в подтеках таких мусорных. Здесь нереальное количество ресторанов. Это вот одно из таких мест, где, в принципе, все более-менее ожило, но я бы сказал, процентов 60 или 50 от того, что было раньше, но это несравнимо больше, чем во многих других местах. Вон Кэй, это, по-моему, я вам даже рассказывал про это место, это которое невероятно грубое место, но вкусное. Это где на вас кричат буквально. Ну, там дядечка строго, видите, моет. Так, Янг Чэнг. Янг Чэнг сейчас попробую найти. Вот это, который, да, хорошо. Здесь я не ел ни разу. Я вот Мон Кэй несколько раз ел, там реально очень дешево и сердито. Его неформально еще Абстез-даунстез называют, то есть наверху и внизу. очень даже, ну, то есть мне показалось довольно аутентично и вкусно. Янг Чэнг надо будет попробовать тоже. Так, Нилс это у нас бар. Бар-паб. Смотрите, Бэтфред это у нас казино-игральный зал и здесь тоже казино-игральный зал. И вам еще несколько казино-игральных залов покажу, потому что китайцы азартные ребята, они любят поиграть. Вот эта улица, она обычно закрыта для трафика, но ее иногда открывают и мне кажется, ее могли сейчас открыть по случаю вот этих демонстраций, потому что они где-нибудь там перекрыли, понимаете, да, и а типа нам все равно. Я сейчас маленький переул покажу вам. Чайна-таун в Лондоне, я вам уже рассказывал, по-моему, но он здесь не так давно, то есть в принципе Чайна-таун уже 300 лет в Лондоне, но сюда он переместился по-настоящему только после Второй мировой войны, то есть до Второй мировой он был в Лаймхаусе, и в Лаймхаусе нам надо еще погулять, там надо, но это не очень далеко от места, где мы недавно с вами вдоль Темза гуляли, если помните, на востоке место Воппинг называлось, где такие склады красивые были, где я еще нашел паб с виселицей, так вот там, в тех краях скорее были китайцы, и они там приезжали по по Темзе, соответственно, а сюда они переместились тогда, когда там все разбомбили. Мистер Бу еще посмотрю, ладно, я сейчас до конца вот этого переулка дойду, немножко явно доставку взял, привез чего-то и пытается достучаться. Руперт Корд я зашел, опять же, здесь немного так попахивает мусором. Вообще, Чайна Таун лондонский в принципе более-менее чистый, я имею в виду, если сравнивать с Нью-Йоркским. Во многом это может определяется скорее тем, насколько в Лондоне ровный климат, то есть, если в Нью-Йорк приезжать, ну там невероятно воняет прямо. Вот это хорошее место, мне кажется, надо везде такие делать, понимаете, да, это для бокалов, для пинт. я хотел где-то Ти-Рум найти, вот это, по-моему, да, Ти-Хаус Рестаунт, не знаю, как это читается, Ксю, короче, ну это один из ресторанчиков, последних в Чайна Таун, в котором я был, относительно новое место, видите, написано, что в 2007 году, это уже такой гламурный Чайна Таун, то есть, ну, относительно гламурный, по китайским меркам, я имею в виду, Чайна Таун, в принципе, это скорее столовки и Сю, спасибо, Кристиан, и здесь уже более такое премиумное место, ну, то есть, по-моему, без белых скатерти, но такой современный ресторанчик, мы там были с Марго и Карлом, это ребята, которые, помните, я вам рассказывал, раньше в Лондоне жили, сейчас они живут в Осло, вот, вам тагетированная реклама Карла Маркса Walking Tour по следам Карла Маркса, понимаете? Так, Чайна Таун в последнее время тоже начал меняться в лучшую сторону, то есть, очень много вот из таких совсем столовок-столовок, они начали более-менее что-то такое интересное превращаться, ну, вот как вот здесь, тоже иногда не в самую лучшую сторону, просто потому, что здесь все дорожает, оно немножко такое становится сахарно-притерно, как сказать, фейковое, но в целом, вот, Мистер Ву как раз, да, Ву, это как практически как Ли, одно из таких очень известных имен, я сейчас, давайте так, я до серединки дойду, ладно, я целиком на Чайна Таун надо будет как-нибудь потратить отдельный эфир, здесь хорошо, смотрите, вот, Александре нравится, я, я люблю Чайна Таун, ну, то есть, при том, что он абсолютно, вот здесь очень много народу, то есть, вот до коронавируса тут прямо иногда некомфортно много было и причем и днем и ночью, видите, сейчас доставка, да, поэтому улица открыта тоже, и вот это бесконечный такой поезд практически из новых свеженьких товаров, которые привозят, тут, ну, по крайней мере, до коронавируса было 84 ресторана, которые все свеженькое продают, все готовят, правильно, большие молодцы, мои, в прошлом году, когда приезжали, мы тут как раз в ноябре месяце было, я с родителями сходил, ну, на заднем, на дальней части, я туда сейчас не дойду уже, но там как раз один из ресторанчиков, где мы поели пекинскую утку, так, здесь, я сейчас сверну налево-обратно на Шасбери-авеню, где мы сегодня гуляли, еще один бэтфред, это у нас на тему, опять же, поиграть, тотализаторы, ставки и все остальное, тут, опять же, китаисты подтвердят, любимое китайское дерево под названием гинка, гинка-белоба, невероятное количество таких печенек, сладостей и всего остального, здесь много хороших таких ресторанчиков китайских, много хороших магазинов, пекарен, вот сейчас, наконец-то, вместо мусора запахло печеньками, здесь атмосферно, то есть, я очень люблю китайский квартал, когда дождь прошел, и это реально, ну, это глупость полная, конечно, но все, наверное, смотрели, да, вот этот фильм, который бегущий, о, как же он называется, так, почему вы все поняли, где фильм из 50-х годов, и недавно его еще пересняли, и бегущий по лезвию, а как же он, не Блейдер, или Блейдранер, Блейдранер все-таки, да, бегущий по лезвию, в общем, и там как раз хорошо показано, вот это, когда идет дождь, и Чайна Таун, это реально как-то очень правильные нейронные связи включаются, так, переместили, хорошо, прогресс какой-то идет, и здесь, видите, все это от гоноски китайского квартала, и вот только донаты смогли сюда, видите, втиснуться, а вообще одни страшные китайские массажные, бабл-ти всевозможные, мои дети уже подсели на бабл-ти, капитально, абсолютно, у них одна из таких вот вещей, каждый раз, когда мы выбираемся в эту часть города, их тянет в Чайна Таунс выпить вот этот бабл-ти, у нас есть любимая кафешка, вот туда уже при выходе, так, Курзон, помните, мы с вами, когда по МФРу гуляли, я вам показывал кинотеатр Курзон, на улице Курзон, это уже Курзон Сохо, то, что называется, еще один из таких кинотеатров, который сюда, который сейчас уже, ну, практически сетевой, что же там, сетевой, но он из тех, которые все еще с душой, кинотеатр хороший, сейчас, по-моему, это все еще все закрыто, ну, там паразитов показывают, бэйби тис какие-то, молочные зубы, наверное, переводишь, и, видите, у них такие старообрядческие вывески, все как надо, хоккап, и тенет, тенет, по-моему, какаса, значит, все-таки открыт, это с Томом Крузом, он тут недавно приезжал даже, например, да, Чайна Таун, так, я надеюсь, в карте мне не дали подойти, там все зависло, я надеюсь, все развисло, здесь пожарная станция, очень часто, кстати, пожарные станции бывают в Чайна Таунах, кто, опять же, слушайте, неужели нету Тома Круза? надо же, а на какую он тогда примеру приезжал, я был уверен, что он вот это представлял, ну ладно, извините, я наврал, я где-то видел ролик, просто, что как Том Круз в маске по Лондону ходят, и, типа, все хорошо, так вот, там, Чайна Таун, здесь пожарная часть, очень часто пожарные части бывают в Чайна Таунах, потому что Чайна Тауна, они там, где дешево и сердито, а где дешево и сердито, там часто вот такие полуиндустриальные тоже части, где есть пожарные части, то есть я помню, в Нью-Йорке, опять же, в Чайна Тауне есть красивый такой, если видели, американские машины пожарные, они абсолютно великолепные, красивейшие, у них там написано было Dragon Fighters, да, то есть они как те, кто с драгоном борются, Bank of China здесь это вот опять же добивает, я на карте вам пытался показать, как Шасбри-Авеню, помните, я говорил, что оно вот разделяет две части, да, вернее, разделяет город, ее искусственно прорубали, она широкая, улицы ее строили с нуля, выкупая определенные улицы и срубая здесь очень часто трущобы, так вот, как итог, оно становится, вот такие улицы часто становятся водоразделом, они маркером вот разных районов становятся, и налево у нас Чайна Таун, и вот здесь его почти нет уже, но чуть-чуть он есть, но если честно, это уже такие отголоски, знаете, а не настоящий, зато сюда наоборот Сохо отходит, и вот Сохо вот тут, это как раз гей-квартал, Сохо, где мы с вами немножко уже погуляли тогда, но еще как-нибудь погуляем по-настоящему, и дальше тоже, с этой Шасбри-Авеню интересно то, что она половина находится в одном районе, а другая половина в другом районе, то есть мы сейчас все еще идем в районе, который номинально идет как в Эсминстер, а сейчас через светофор перейдем, и там уже будет Кэмден. Пока подвисает, давайте расставим лайки, честно, я сейчас иду в месте, которое для настоящих подтраманов уже должно изо всех сил виднеться, это место, где идет в докоронавирусные времена проклятое дитя. Тот самый, да, спектакль, где где раньше много народу было. Я вам сейчас чисто ради прикола покажу объявление, что написано. Смотрите внимательно, что извините, но времена непростые, поэтому, к сожалению, не получится вам посмотреть шоу, на которое вы забронировали билеты. Мы отменяем все спектакли аж до 26 апреля 2020 года, понимаете? на дворе, я на всякий случай объясню, кто в записи смотрит на дворе, уже сентябрь. Это вот к вопросу о том, насколько здесь все так и не ожило. Я сейчас вышел на Кембридж серкассе, покажу вам сейчас еще фасад. Фасад театра, в котором и идет этот самый спектакль. Да, слушайте, ну мы все тогда оптимисты были. Я очень хорошо помню, как это все фазами шло и насколько этот коронавирус у одних уже в голове абсолютно четко сформировался, как такой мировой кризис, а у других все еще казалось, что это все либо обман, либо это все такая ерунда, либо через две недели мы уже забудем. Знаете, это все смешно, конечно, было. Да, вот Ксения пишет, что до весны 21-го по-настоящему отменили уже все крупные спектакли. я сегодня встретил по пути в школу тетечку, помните, я вам про нее рассказывал, она у белки в классе, дочка ее тоже, она как раз из тех, помните, я вам про нее рассказывал, она из тех, которые переболели коронавирусом в самом начале. Она режиссер в театре, и вот они только-только вернулись, я с ней толком поговорить не успел, мы все убегали в разные стороны, но у них точно особо ничего не будет в ближайшее время. Так, ну что, смотрите как, перешли границу и сразу появились велосипеды, например, велосипеды появились, потому что здесь нужно договариваться с каждым отдельным районом, и мы сейчас номинально уже в Кэмдон зашли, в Кэмдоне можно, а в Эсминстере нельзя эти велосипеды ставить, бред, конечно, полный, но вот так вот. Вон там Мэри Поппинс, где она есть? Вон там Мэри Поппинс, и туда опять же Сох отходит. Кембридж Сиркасс это такое основное пересечение с дорогой, которое называется Чаринг Кросс Роуд. Помните, мы здесь с вами уже гуляли, тут такое местечко, из-за того, что районы пересекаются, из-за того, что основные магистрали пересекаются, тут все очень суровенько, и вот Макдональдс уже плохой признак. То, что здесь такое круговое движение раньше было, это тоже не очень хороший признак. Тут сейчас все более-менее еще хоть как-то, но было прям совсем плохо. Очень часто я говорил уже вам, когда на Чаринг Кросс гуляли, очень часто на этом месте встаешь, и я прям говорю, что сейчас смотрите, как будут наркотики продавать, и прям при нас за 2-3 минуты действительно умудряются продать наркотики. Туда уходит Seven Dials, видите, они красиво украсили Seven Dials вот такими, не знаю, как это назвать, макаронинами какими. я сейчас двигаюсь уже, это вторая часть, видите, другой район пошел, и видно, что в какой-то момент на платаны запарился, Весминстер не парился, видите, там никаких платанов в самом нету. BrewDog это у нас современное крафтовое пиво, это сеть таких пивоварин, я как-то их не очень, если честно, люблю, то есть они точно модные, они точно хипсерские, ну как-то они все-таки, я не знаю, мне кажется, лет через 5 это совсем будет смешно и бездушевно выгодить, но посмотрим. Так, про это Манже, где я с утра умудрился успеть попить кофе и съесть круассан. How are you guys? Все очень рады видеть людей в шляпах, потому что я раньше реально часто здесь бывал, да, и Фред волшебные ребята, они с утра тоже с ними хорошо поговорили. Помните магазинчик, который назывался Angels? Angels, я вам уже про него покасательнее рассказывал, это место, которое раньше костюмы напрокат давало, и на самой верху до пятого этажа это было огромное количество костюмов, которые, к сожалению, ушли отсюда, они теперь в интернете, скорее, у них есть какой-то маленький склад, но, да, это вот одна из таких жертв еще до коронавирусных, потому что все дорожает. Низбетс, это интересные ребята, это ребята, которые, у которых целевая аудитория, это рестораны, кофейни и все, что с этим связано, и они продают все, от вот таких кассовых аппаратов всевозможных и униформы, до, видите, целая платформа санитайзеров всяких, коврики, где написано соблюдайте дистанцию, бесконечное количество всевозможных знаков, это то, что вот вешают в витрины теперь, да, ну и маски, 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 и все остальное, да, если вам нужно все для ресторанов, это то, где можно, видите, всякие трубочки купить, опять же, если нужны стаканы, знаете, которые вот абсолютно вкандовые не бьются, это вот сюда, опять же, большой, огромный, промышленный такой ресторанчик, там Бали-Бали какое-то, я вот там ни разу не был, какой-то ресторанчик, здесь написано, что кажется, что-то должно быть скоро, так, помните здесь, я вам уже показывал, вот это Facebook, Facebook временный офис у них здесь, еще до настоящего офиса, Facebook им еще далеко, Facebook, сейчас у Facebook аж три гигантских офиса, все три абсолютно пустые, ну, потому что, опять же, коронавирус, и все это дело закрыто, но вот тут один из таких временных офисов, огромный, абсолютно, еще один есть на Oxford Street, еще, это не очень далеко, минут 10 отсюда максимум, и еще один есть, в районе Уоррен-стрита, сейчас абсолютно все еще закрыто, так, я надеюсь, сейчас будет открыт садик, это, по-моему, куда мы в прошлый раз не попали с вами, и сейчас увидите, насколько там сразу тихо, спокойно станет этот раз, во-вторых, как будет красиво, я, по-моему, даже я был с вами в этом садике, но я не удержусь, еще раз туда зайду, смотрите, голуби, кто был у меня на экскурсии по Last Square, кто знает, что эти голуби там делают, они там, а, спугнули мы их, но они там клевали соль, помните, да, да, мы заходили, хорошо, Кристина, я тогда, помните, да, историю, птички клевали там соль, а соль откуда, помните, соль там, это продукт женедеятельности мальчиков, которые ссохо шли, и отошли в сторонку пописать, здесь, видите, нельзя ни алкоголь, ни наркотики, собачки нельзя, и велосипеды нельзя, а там с велосипедом зашли, ну ладно, а собачками здесь нельзя, потому что здесь раньше жил кот, ну и вообще, это такое место, знаете, где по-настоящему нужно, так, пойду поздороваюсь с ребятами, если это они, сейчас ни у кого в масках не узнаю, да, совершенно верно, тут красивые лавки, тут, невероятно, все развито, в плане растительности, у них явно, какая-то здесь мероприятие, видите, проходит, которое, в ближайшее время, так, сейчас я попробую, я пытаюсь здесь, увидеть систему, представляете, да, красота, и это все, на волонтерах держится, ребята, которых я, сам немножко тоже поддерживаю, иногда, не самым длинным, но фунтом, пруды, у них, с тех пор, как мы с вами здесь гуляли, появилась новая часть, она была в какой-то момент огорожена просто, сейчас я вам ее покажу, вот, смотрите, какая красота, видите, лавочка для воробушка-социофобушка, написано, что дубовая лавка, только для тебя, видите, чтобы никто больше не сел, потому что бывает такое, знаете, сели, нет, обязательно кто-то потерит рядышком, так, ну что, уже смотрите, зреют орехи, вон там, уже даже падают орехи, узнаете? Это у нас грецкие орехи, так, а вот осень-то и наступила, я как-то, в голове у меня все еще было, в голове у меня все еще, я хоть сколько не говорю, что уже сентябрь и лето прошло, а на самом деле, я как-то не ожидал, что орехи уже поспели, это грецкий орех, и вон они там, более-менее еще состояние таком, что они на дереве висят, а когда они падают, я вот сам только недавно это обнаружил, ну смотрите, у них снаружи вот такая оболочка, которую лучше не трогать, то есть если у вас нету с собой салфетки или перчаток, то я бы их не трогал, потому что оно сначала не видно, а потом у вас абсолютно все руки пожелтеют, а внутри это вот самый настоящий грецкий орех, вот еще один, они немножко зеленоватые, если честно, то есть их когда здесь раскрываешь, они будут, они такие светло-светло-белые, я бы сказал, ну вполне съедобные, то есть мы в прошлом году много орехов здесь съели с детьми, и да, ужас, короче, я в шоке реально, что осень, так, смотрите, еще вот эта часть, ее не было раньше, видите, они такой небольшой закуточек сделали, она совсем давно, этот закуток еще работал и действовал, а потом они его закрыли на реконструкцию, и все равно тут появилось, знакомый многим уже по эфирам еще за столом художник по имени Стик, и тут, видите, три таких путешественника, один скромнее, один понаглее, другой усталый какой-то, да, все, кто у бабушки в деревне, руки не боялись марать, ну да, слушайте, это просто очень смешно выглядит, когда ты именно приходишь, приходишь с абсолютно желтыми, такими вот такими прокуренными пальцами, да, конечно, как ребенка меня бы это точно не остановило, но, по-моему, обычно люди, в наших краях, это скорее южные края, где вот такой растет, но вот каким-то образом в Лондоне у нас все вырастает, в том числе даже вот такие орехи, это прямо одно из моих любимых мест, я реально, вот особенно в до коронавирусные времена, у меня несколько экскурсий здесь, опять же, пересекаются, отсюда начинаются, и я вот здесь часто сидел, просто с лэптопом, здесь хорошо интернет ловится, тут можно сесть под деревцем и в такой относительной тишине и орехов погрызть, которые на тебя здесь падают, и поработать, то есть очень часто, да, я просто сидел и втыкал в лэптоп там часик перед тем, как побежать дальше на туры, кто смотрел фильм под названием Last Christmas, Last Christmas, это помните, да, с песней Джо Джо Майкла, фильм, по-моему, дурацкий, про Рождество с Эммой Томпсон, это как раз же тот самый садик и был, куда они всегда по сюжету приходили, я смотрел только трейлер, но там хорошо показали вот этот район, и мы часто видели, как они это все снимали, видите, там где-то наверху опять вертолет летает, где-то они, видимо, не очень далеко от нас, так, вот, смотрите, красота, даже помидорки выросли, слушайте, а я же совсем забыл про свои помидоры, у нас же, мы же тоже помидоры посадили, надо будет проверить, их, наверное, соседи уже съели у нас, ну ладно, так, вот, Ира даже смотрела, это как раз тот самый садик, в общем, насколько удобно, Ренат спрашивает, в Британии жить без автомобиля, не только в Лондоне, но и в других городах, в других городах не очень удобно, в Лондоне, где-то удобно, где-то нет, то есть, я бы сказал, если вы живете в пределах третьей, четвертой зоны, то машина, если у вас нет детей, точно не нужна, ну тут можно купить, ничего страшного, но в принципе, это не очень нужно, общественный транспорт развит, все более-менее ездят, а если вы живете дальше, или если у вас дети есть, которых нужно, например, отвозить в другую школу, то все-таки нужно, тут в других городах, уже с общественным транспортом, гораздо хуже, и большие города, типа Ливерпуля, Манчестер, еще как-то, Линц там, всякие, Лестер, А если мы берем вот такие маленькие, деревенские, то там уже, конечно, машины спешные, и там это вот в 3.20, когда школа заканчивается, у всех начинаются пробки, ну то есть, это все вытекающие, так, оцените опять, написано, Сохо, Баптист Чач, Чапл точнее, да, Баптистская, соответственно, часовинка такая была, но сейчас времена уже, другие, поэтому здесь теперь, Chinese Church, то есть, китайская церковь, и вот здесь тоже написано, что это китайская церковь, так что, каршеринг есть в Лондоне, но он, опять же, не очень сильно развит, и это вот по той же причине, по которой велосипеды у нас в этом районе стоят, а в соседнем районе не стоят, потому что нужно этот каршеринг, с ним надо договариваться, с каждым районом отдельно, это вот большой минус того, что у нас демократия, и в каждом районе много власти, как плюс, тут очень районы разные, со своей индивидуальностью, все очень красиво, ярко выражено, каждый вот найдет свой райончик, где он будет себя уютно чувствовать, а с другой стороны, нельзя сделать, как в Москве, чтобы, знаете, каршеринг завтра раз и появился, и сразу все работало, тут надо сначала с Ирлингтоном договориться, потом с Кэмдоном договориться, потом попытаться с Вассминстром договориться, потом с Сити, и это не очень удобно, когда вы берете велосипед, например, или я уж молчу про машину, едете куда-то, а вам там говорят, что здесь, короче, нельзя припарковаться, и ближайшая остановка, где вы можете припарковаться, это вот через 2 мили, и это, ну, как-то совсем портит абсолютно весь смысл, да, School of Chocolate очень хорошо называется, школа шоколада, от Эль Шоколада, это у нас один из таких брендов в последнего времени, где продаются всякие шоколадки, и они же, видите, пытаются диверсифицировать по случаю коронавирусу себя в алкоголь, в джинн, в хороший магазинчик, но я бы сказал, они так себе все-таки, то есть, как, вроде вкусно, но немного от них такой корпоративщины несет. Сейчас я на ту сторону перейду, тут раньше переход, видите, его взяли, убрали, зачем-то, ну, сделали стафор чуть дальше. Тут обратите внимание, Leyland, это у нас магазин, где всякие краски продают, это стройматериалы, самый настоящий, опять же, в центре Лондона такое нечасто встречается, это к вопросу о том, насколько здесь все дешево и сердито. То есть, Шансбри Авеню, я еще раз объясню, да, она большая, она сквозная, и вот на таких сквозных улицах часто бывают, ну, вот, не самые такие простые вещи. Это, помните, магазин, который называется Fabian Planet, запретная, запрещенная планета, где для маленьких мальчиков игрушки, игрушки, ну, слушайте, распродажи, видите, 139 фунтов, это за чужого, это мой любимый, конечно, из «Звездных войн», 879 фунтов, понимаете, да, кто-то марки собирает, а кто-то клоунов коллекционирует, например, хорошее место, конечно, и вот, видите, можно шлемы купить, молоточек взять, это тоже, видимо, у Пикачу вам всякие, и там же комиксы, культовый магазин, на самом деле, направо отходит, помните, это у нас Савандалс, опять же, это, которые 7 улиц, да, лучами сходятся, мы с вами гуляли уже там, я говорил, что это такой хороший, район, он потихонечку тоже оживает, ну, то есть, удивительно, как все-таки у нас именно клочками все начинает оживать, а потом он ворот умирает, я уже почти подошел к концу вот этой сейчас бременю, и я вам покажу сейчас одну галерею и одну тоже красивую, один красивый магазин, я надеюсь, сможем его через витрины показать, тут у нас стройка уже, я не знаю, сколько идет, я не знаю, что они здесь делают, если честно, я не удивлюсь, если здесь тоже большие коммуникации идут, очень часто, опять же, вот, когда проделывали насквозь вот эти магистрали, срубали трущобы, они под этими большими магистралями делали всевозможные коммуникационные вещи тоже, это может быть канализация, это может быть кабели какие-нибудь, и вот опять же большой минус в таких местах, ну, во-первых, шумно, а во-вторых, тут периодически вот такие вещи раскапывают, пам-пам, как вам такое, это, это у нас место, где целое собрание офисов, которые построили совсем недавно, я имею в виду лет 10, наверное, это явно современное такое строительство, где в том числе живет Google, то есть Google, если я все правильно помню, как раз вот здесь где-то вход, ну, и сейчас вы видите, разноцветные домики такие, я вот не уверен, я помню, когда, да, наверное, больше, чем 10 лет назад построили уже, на самом деле, у Наталии здесь рядышком офис был, это при нас все строили, я помню, уже тогда на меня не производило впечатления эти здания, ну, какие-то они никакущие абсолютно, понимаете, там немножко квартиры тоже, но в основном это офисы, с одной стороны чистенько, конечно, с другой стороны я не знаю, могли бы посимпатичнее что-нибудь сделать, за моей спиной сейчас, если пойти туда, то там будет метро Тоттнам Корт Роуд, Байрон, помните, я вам вчера тоже показывал, это бургерные, тоже здесь не открылись, интересно, конечно, здесь видите, тоже вот этот Байрон, он точно был рассчитан на вот эти офисные толпы и на гугл, и на все, что вокруг этого гугла находится, очередной велосипед прокатный и вот что-то там ремонтируют, Наталья, вон там офис был, поэтому я здесь много раз был, конечно, так, вот еще опять же цветные в виде здания, и сейчас я зайду, так, это у нас Медикал, не знаю, Энт Джулиетт какой-то, раньше был hairspray здесь, вот, написано Princess Circus Exchange, видите, это было круговое движение, и оно вот тоже, ну, дурдом полный, если честно, то есть, вот там дорога шла односторонняя, там односторонняя, здесь односторонняя, я, как человек, который на велосипеде иногда вот оттуда едет, и часто здесь едет, ну, это дурацкие места, где ты вечно либо на светофоре стоишь и попытаешься проскочить на зеленый, плохо отрегулированы светофоры, пешеходы вечно здесь тоже стоят, написано, слишком заняты, не можете прийти к нам, присоединиться, да, к Extinction Rebellion, ничего страшного, посылайте нам кэша, и там написано, присоединяйтесь к восстанию, так-так-так, сейчас я перебегу, пока зеленый, есть вот такая тумбочка, ну вот, не могу вам ее показать, есть вот такая тумбочка, давайте я покажу, это здесь вроде ловит, где уличные художники часто чего-то рисуют, и там в какой-то момент даже Бэнкси сделал, поставил статую, такую статую, там была так называемый, знаете, да, Роденовский, вот такой тынька, а он сидел на унитазе там, это вот те времена, когда Бэнкси еще скульптуру делал, а здесь, смотрите, галерея современного искусства, где часто Бэнкси можно увидеть, живьем как раз, так, сейчас Бэнкси не вижу, вижу, это Дэмиан Херст, у нас, Дэмиан Херст, он в какой-то момент, да, бабочками увлекался, и я вон там в отражении вижу точки тоже, тоже, да именно Херста, давайте обойду, и там покажу, тоже весь красивый домики, вот такие викторианские как раз, вот, арт он целл написано, искусство на продажу, вот, да, у многих художников, у них прямо, бомбит страшно, когда, если, все-то в них продается, здесь, видите, помните, да, это у нас знак прикмахерских, это Тед Бэйкер, вообще-то магазин одежды, но они в последнее время ушли вот такой груминг, и борды может там постричь, и все остальное сделать, вот здесь, как основная, галерея, которая специализируется на Энди Ворхоле, на Бэнксе, Дэмини Херст, Кит Херлинге, Роберт Индиана, или Рой Лихтенштейн, или по-английски Лихтенштейн, скорее, да, сейчас они, по-моему, закрыты, ну, вон, вижу, там точки, опять же, Дэмина Херста, вон, еще бабочки, тоже Дэмина Херста, хорошая галерея, где много, можно всего посмотреть, живем, как-нибудь, зайдите обязательно, а это, с этого, с Дизмалленда, так, и последнее, что я хотел вам показать, это вот такой волшебный, абсолютно магазин, который называется, Джеймс Смит и сыновья, Джеймс Смит и Санс, видно, его старая такая витрина, опять же, это ребята, которые здесь находятся, страшно сказать, с 1800, так, с 40-х, по-моему, годов, я вот сейчас не вижу, где-то здесь должно быть написано, они занимаются вот такими волшебными зонтиками, с ручными, с ручками ручной работы, палочками гулятельными, видите, написано Shooting Sticks, you see your butts, чего? Это, все, я понял, это, которые специальные лавочки, для того, чтобы можно на них сесть было еще при этом, вот такие, понимаете, когда у меня совсем крыша поедет, я буду не только в шляпе ходить, но и с тростью, эту трость я точно здесь куплю, и у меня один из зонтов, который я редко, если честно, беру, он очень тяжелый, это как раз отсюда, это зонтик, который я Наталье подарил, как-то на день рождения, они все абсолютно крутейшие, и это ручная работа, это, ну, когда меня спрашивают, какой-нибудь премиумный подарок, я часто сюда людей посылаю, потому что, ну, это реально место, которое не найти больше нигде, помните, я как-то про них рассказывал вам, про то, что я как-то ребятам покупал зонтик здесь, и я ей говорю, что если, если у вас какая-то гарантия на этот зонтик, типа, если, можете мне чек выписать, это чтобы там не было цены, они мне такие, а зачем, ну, чтобы если вдруг они, вы бы починили его, они такие, пусть приносит, и починим, я говорю, а как вы, как вы узнаете, что это ваше, и они на меня смотрят, такие, а так больше никто не умеет зонтики делать, то есть, абсолютно еще видно, что это наше, место реально, очень хорошее, работает, вижу, что вот написано, у них немножко сокращенный график, но, все равно, зонтик, этот магазин, совершенно верно, на Нью-Оксфорд-стрит, то есть, вон, покажу, вон туда уходит, где светофор, где сейчас автобус стоит, там начинается Оксфорд-стрит, а мы сейчас на Нью-Оксфорд-стрит, и это то, где как раз заканчивается, сейчас Брявеню, сейчас я вам закольцую уже, наконец, покажу, и буду потихонечку прощаться, давайте мы с вами, в последний раз я вас призову, лайки, деслайки, и шера расставлять, комментарии писать, где-то здесь было, вон, Шасбри-Оксфорд-стрит, это то, где мы сегодня гуляли, я надеюсь, погуляли хорошо, сейчас я вам покажу, где у нас открывается вид на музей, который вы все знаете, Шасбри, извините, в честь лорда Шасбри, я в самом начале говорил, это вот филантроп 19 века, это фамилия изначально, не фамилия, извините, это титул, вон там виднеется немножко британского музея, он туда уходит целым районом, таким, здесь, на секунду вам покажу имбейдра, здесь какой-то был паб, который пытался сделать невозможное, продавать безалкогольные, только алкоголь, безалкогольные напитки, внутри паба, ну то есть безалкогольное пиво, и вот эту всю красоту, чего-то у них не получилось, не поверите, все-таки в паб надо ходить пить, а если он не пьешь, то можно не ходить паб, как-то вот одно без другого не работает, а, узнаете, да, это не бейдер, наш любимый, старая уже довольно работа, тут такой маленький закуток уличного искусства, где, где, кстати, одна из последних работ тоже Бэнкси была в Лондоне, он тут как раз по сути эксинкшен рыбеллин, нарисовал двух таких обезьян, которые с фаерами идут, в поддержку вот этого, спасибо, что прошлись сегодня, спасибо, что прошлись, кажется, отвисло, а завтра, как обычно, гуляем в 10, я еще не придумал где, но, наверное, надо будет подальше от центра уехать, я бегу сейчас на тур, приходите на экскурсию, в описании, как обычно, ссылка для того, чтобы можно было записаться на прогулки, слушайте, на выходных ничего не будет, к сожалению, не успеваем, а потом, опять же, сейчас расписание составлю, и уже будет полегче, потому что дети в школу пошли, поэтому, и у вас будет время, и у меня будет время, так что, приходите, буду рад всех видеть, все, аккуратно перехожу, здесь дорога, тут со всех сторон идет автомобиль, все, друзья, лайки, деслайки, до новых встреч, любите Лондон, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok